Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодня традиционная рубрика дегустация. Дегустируем сыр Монтазио в корке, сформированный из меда и гималайской соли. Этот сыр мы приготовили 2 месяца назад. Если вы не смотрели рецепт его приготовления, ссылку вы найдете в описании и конечной заставке видео. Сыр очень классный, должен получиться. Готовили его первый раз. Аромат божественный. Возревал он у нас натуральные корки, ничем мы его не покрывали, вызревал месяц. Что еще могу сказать об этом сырочке? Пока только то, что пахнет классно. Давайте его разрезать. Этот сыр может вызревать от месяца до года. Считается он полутвердый. Если вызревает месяц, два, три, то получается ломтевой сыр. Если его, конечно, оставить на год, то, я думаю, получится терочный сыр. Ну, по-моему, просто потрясающе. Сейчас нарежу и покажу вам крупным планом. Вот, дорогие друзья, пожалуйста, посмотрите. Отличный сыр в натуральной корочке с красивой структурой мраморной. Ну, просто потрясающе. Я уже, если честно, попробовал. Сейчас вам расскажу о своих ощущениях. Итак, монтазио. В корочке сформированной с помощью меда и гималайской соли. Очень классный сыр. Возвращающий аромат. По поводу вкуса. Хороший, качественный сырный вкус. Плюс корочка немножко более соленая и при этом сладкая. Ну, получается такой просто изумительный, ну, я не знаю, фонтан вкуса. Очень классный сыр. Он нежный, без кислинки. Слегка сладковатый даже, я бы сказал, вкус. Немножко с фруктовым послевкусием. Но это мед, скорее всего, дает, я так думаю. Ну, сыр просто суперский. Недолго, я думаю, он будет у нас находиться. Дорогие друзья. Наверное, по рейтингу в топ-10 этот сыр у нас войдет. В топ-10 сыров. Ну, во-первых, несложное приготовление. Во-вторых, короткий срок вызревания. В-третьих, интересный вкус, вот, сформированный, сформированный медом и гималайской солью. Ну, и в-четвертых, качественные ингредиенты, естественно. Как я уже рассказывал во многих своих видео, мы нашли потрясающий магазин сырок.ком.ua. Ссылку на этот магазин я размещу в описании видео. Который продает как наборы для приготовления сыра, так и отдельно все ингредиенты. Закваски, ферменты, все виды плесени, хлористый кальций. И все это высокого качества. Также у них можно купить формы для сыроделия. Можно купить покрытие для сыра. В общем, такой очень классный магазин с очень хорошим подходом руководства. Вот. А что касается сыра. Попробуйте его приготовить. Вам реально очень понравится. Он отличается от всех сыров. И реально отличается в лучшую сторону. Мне вообще в последнее время очень нравится. Вот корочка, сформированная с помощью меда. Это легкая сладость именно в корочке сыра. Но я не могу описать. Это надо пробовать. К сожалению, если бы я мог, я бы сейчас всем бы нарезал по ломтику. И на пробу, так сказать, устроил дегустацию. Надо будет как-то, кстати, устроить дегустацию сыров. Стоит об этом подумать. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Делитесь нашим видео. Мы с Ларисой хотим, чтобы как можно больше людей прекратило покупать в магазине ту дрянь, которую выдают за сыр. А начало варить свой домашний классный вкусный сыр. Это правда просто. И с каждым таким человеком мы с Ларисой становимся немножко счастливее. Поэтому делитесь нашим видео. Ставьте пальцы вверх, если вам видео понравилось и было полезным. Ну и, естественно, пробуйте делать монтазио. Пробуйте делать монтазио. Если есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. Абсолютно все комментарии мы с Ларисой отвечаем. Ну и традиционно мы с Ларисой будем готовить для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok